хорошо правы но смотрите все что мы предыдущие обсудили на самом деле базовые такие кирпичики до из которых можно складывать vertex с помощью vertex а какие-то там программки то есть была возможность в реактивном режиме с кулбеками хоть и некрасиво но работать очень эффективно была возможность кластеризовать это все грубо говоря все на ивентбасе работает да это все поднять в кластер и как бы все что код мы пишем вот ключевой это весь наш код это хендлеры которые еще мы можем объединять вот этих он для релик там колбеки в вертиклы вот и потом еще там был набор там других фич которые там позволяет vertex вывод ядро примут сходу реализовывать на самом деле это все нужно чтобы пойти дальше потому что это достаточно низкоуровневая дальше это минимум в максимум мы говорили сегодня ну использовали слова микросервисы то есть давайте идти уже в сторону вот этого всего как реализовывать более крутые фичи или даже скажем более высокоуровневые даже не крутые а именно высокоуровневые фичи в первую очередь правы опять по привычке начинаю с кода то есть как можно создать веб-сервер vertex есть отдельный модуль так и называется vertex в прям вот в официальной документации кстати она очень хорошо структурирована советую почитать vertex core там достаточно много чего нужно почитать и не все достаточно внятно иногда описано да то есть нужно гугли читать понимать но большая часть модулев как и веб они очень короткие очень такие хорошо описанные и таким образом веб это в первую очередь речи теперь сервер то есть мы же говорили кирпичики из которых мы строим программку то есть vertex он ну в тулкит это просто разные инструменты в первую очередь инструмент из vertex core это htp-server во вторую очередь подключаем зависимость на модуле vertex web и получаем раутер который мы с вами видели с помощью раутера мы можем объявлять эндпоинты там например у вас был на слайдах пример с get сейчас это пост через объект раутер можно router.post потом router.get router.put всякие вот такие грубо говоря эндпоинт объявлять по сути свою api строить и вот когда мы его весь построим ну нам нужен будет раутинг контекст который вот в это выражение нам сюда в этот колбек в рамбе выражение передается дальше у нас респонс которым мы работаем был респонс and на самом деле в респонс можно писать много чего хедеры добавлять писать писать райт 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 там и в конце просто энд или один раз вызвали там энд и просто какую-то финальную строку или там набор данных до отправили причем в примере с гетом если кстати вот для тех кто позже пришел мне рассказали что там с его ту ивентом была накладочка некоторые ребята чуть позже пришли из-за этого то есть по сути будет запись вы сможете ее посмотреть потом может если вы пропустили у нас был пример в начале на первых слайдах когда раутер с get я пока показывал например там использовался по моему продюсер то есть как уже в привычных фреймворках консюнс продюс мы говорим какой тип данных моим тип то есть будет туда сюда ходить здесь у меня например я сразу пишу хедер низкоуровнево то есть видите то есть разные варианты можно по-разному делаем так как нам надо для конкретно для имплементации для решения конкретной задачи и дальше у меня респонс and как только которым я горел холла волк from vertex ну таких андпоинтов можно много создать для того чтобы они все заработали мы тоже видели в начале пример мы используем вот этот же наш и спи сервере говорим ему реквест хендлер и вот один глобальный реквест хендер это метод аксепт нашего роутера который вот все эндпоинта в одном уже обработает ну держит в себе что будет там проверочка и в том что какой-то там пост на такой-то путь а классно у нас есть параметры указываем двоеточие например entity айди там создание идите какой-то дальше по факту это все вот на примере с мостами да то есть создавать веб-сервер настолько просто ну если вы хотите в простом виде уже там rest up и свою какой-то создать все вам нужно будет только там security все вот эти нюансы об этом мы всем поговорим это все доступно вот через вот раутинг контекст он тут есть он называется именно не event а вот я назвал его раутинг контекст потому что в этом есть смысл и мы на протяжении презентажки следующей части мы еще пару раз вернемся к этому дальше когда вы создали веб-сервер вам нужно создать к нему клиент правильно или например не именно к этому а вот есть какой-то другой веб-сервис именно слово сервис используют микросервис какой-то или что-то еще и с ним нам нужно работать но уже разработанный внешний какой-то веб-клиент еще один класс который доступен тоже обратите внимание через глобальный объект vertex который здесь передается в скобках некоторые объекты точнее коровой фичи мы сможем создавать через vertex там например vertex . create http сервер а веб-серверы веб-клиенты мы создаем просто в раутер обратите внимание вот здесь вот передаем на второй строчке vertex и также на веб-клиенте передаем create указываем к какому vertex instance у нужно привязать вот этот объект для чего то там же хендлеры будут они же должны на ивент лупы точнее на ивент бас который состоит из множества ивент лупов мы от них абстрагированы мы напрямую я даже больше скажу например с объектом vertex у него есть такой метод называется vertex точка ивент бас он возвращает вам объект ивент бас у меня в презентаж ки этого нету потому что это очень низкоуровнево получается но если посмотреть в доку вы увидите пример даже как с ивент баса можно работать это оля пример очереди сообщений то есть как работают ивенты внутри вертекса давайте скажем это не просто ивент бас куда вот фигачатся все ивенты там есть понятие адрес куда предназначен этот ивент куда он должен уйти то есть как в очереди сообщений топик и кьюшки там как у нас есть какое-то название это обычно строкам vertex и и вот этим названием мы грубо говоря логически определяем направление ивентов то есть например можно создать топик грубо говоря назвать его май special events и эти ивенты отправлять туда на самом деле нету понятия топика кьюха то есть тут нету очереди сообщений но это просто то как внутри вертекс устроен очень похоже и реально если вы почитаете про ивент бас там только вот чуть-чуть вот столичка и там написано взяли объекты у него есть два метода send и publish send это помните вот балансинг раунд робин отправить ивентом строку или объект на какой-то адрес в ивент басе то есть цент это его обработать первый какой-то случайных скорее всего по очереди если первый не занята а publish это как топики обработать все хендеры которые слушают вот этот адрес и вот таким образом работает вертекс его ивент бас то есть виртуально там есть адресация некая и на основе этого это все вот вся эта штука работает дальше когда вы хотите вернемся уже к вертексу сюда объявить веб-клиент именно поэтому мы привязываем к его вертекс объекта потому что хендеры на какие-то адреса подписываются под капотом и эта штука должна интегрирована работать чтобы все друг друга видели веб-клиент он очень простой и даже я сказал бы мне нравится вертексе иногда чуть больше кода пишем чем там других возможно фреймворках потому что много чего нужно руками делать но это же и прикольно как бы есть и плюсы и минусы такому что нравится кому нет например get указываем порт хост ее рай какой ресурс мы хотим гетнуть причем сюда можно написать вопрос какие-то параметры query парам и можно их ну давайте так можно тайм-аут поставить и еще query парам и можно вот так указать если вы и там и там укажите последняя строка от query парам перепишет одноименные параметры которые вы передали после знака вопроса там наверху то есть он затирает по факту лучше так использовать ну ну даже тут нету лучше просто как вам нравится ну и дальше сэнд отправляем это вешай на это call back что когда придет ответ если ответ successful то есть достучались до этого сервиса получили от него ответ как его обработать у меня там system out println вы как хотите то есть я так для примера ну или же что-то пошло не так а вы показали вот там срубл возвращается коз и его месседж почему в чем проблема чаще всего вы будете работать ну я не просто так называл rest скорее всего же и сумками или xml или что-то еще но давайте вот классический пример джейсона джейсон обжект у нас был такой класс свой вертекса вы по сути джейсон к можно так отправить сэнд джейсон обжект и сразу джейсон обжект утилитный класс можно лучше дело в том что у вертекса под капотом уже висит джексон то есть можно вот так просто send какой-то java объект ну как она привычно да еще раз еще раз что вот смотри я точно точно сейчас вот не помню скорее всего да скорее всего да надо можем потом после быстренько тут загуглить и увидеть пример я не готов сказать как именно это будет выглядеть но скорее всего да есть должна быть такая возможность еще что-то был комментарий точно ну вот общины кстати про общинс вы замечали были в некоторых местах я джейсон объекта отправлял некоторых были общем классы на самом деле эти общем классы это просто по сути обертка вариант как вот джейсон обжиг в принципе вся конфига идет джейсонами есть helper классы которые вот называются там mysql options там не знать какие-то там options и вот там мы используем уже не сет джейсон там поле с таким названием и value а сетворкер сет что-то сет там порт то есть вот helper методы по факту под капотом наверное везде я побоюсь этого слова скажу наверное скорее всего повода подавляющим большинстве случаев но vertex изнутри на джейсон как построен конфигу построил как она внутри работает принимает точнее джейсон окей ответ можно дальше что еще входит в модуль в и теперь request валидация какие-то условия на входящие параметры более того он поддерживает стандарт open up и 3 кто-то знаком с этим вот я его лично не используют ну так получилось что я даже не в одном проекте своим не помню но его часто используют ребята и ну я про него много не расскажу потому что сам не пересекался особо разве что в теории но вот если вам оно надо поддержка есть с вами все знаем документации мы можем документ с вами подключить и он слаги там не джейсон схемы для request input он будет варитировать ваш с ними но круто вот если он со свагером то это еще кручен только со свагер а он есть вот свагер то есть это сам свагер или свагер поддерживает open up потому что сам свагер вот этого я не знал спасибо круто я знал что свагер повзрослеет когда потому что я вот сколько читал про это почему-то в контексте не свагер и это было вообще поэтому я даже никак не связывал его со свагером спасибо понятно круто надо тогда прочитать по свагеру по напит погуглить в таком ключе спасибо дальше в принципе это все то есть сервер клиент request валидация вот этот саппорт open up a3 свагера и дальше что у нас дальше все мы можем писать веб-сервисы по сути это самый маленький такой стандартный достаточно уже широкий инструментарий я бы сказал бы не джентльменская именно вот широкий инструментарий для разработки потому что если посмотрите в доку сам раутер у него очень много возможностей и они все комфортные удобные однако веб-сервисы разрабатывать это еще ну не совсем микро сервиса которых мы говорили и не совсем вся картина скорее всего если мы говорим об enterprise вам еще понадобится security в случае security как эта штука работы у вертекса есть отдельный модуль тоже vertex out который дает полностью фичи для того чтобы вот реализовать авторизацию аутентификацию как эта штука работы из-под капота он уже выдает вот интеграцию с этими штучками то есть у него есть поддержка сразу из коробки у аут второго джейсон веб токены отдельно и вместе с аут вторым apache и ru roll-based если кто-то помнит старая такая штука она по сей день оказывается жива и вот я ее очень удачно использовал когда-то джейди виси монго дебе и даже ищите дайджест который в принципе рид он ли но есть плюс как бы это набор интерфейсов то есть по факту можно и свою имплементацию или какой-то софт партии если таковы и есть взять в принципе этого набора уже достаточно вот а в 2 джейсон в токе не широк и доступность возможность базы данных это все читать уже в принципе очень но я бы сказал бы этого достаточно чтобы стандартный из кейса покрытий давайте код посмотрим как эта штука работает так как это набор интерфейсов имплементации это вопрос того что откуда читать у кого какие права то есть в принципе нам нужно минимум минимальный набор то есть в ряду режиме как минимум просто проверить человек залогинен или нет аутентификации если у него права авторизация делается это так наш тот же самый роутер раут хендер и вот этот раутинг контекст как и обещал вернулись к нему у него есть юзер такой метод по сути он возвращать нам объект юзер если он нал то но никто не залогинился если он не нал значит юзер есть такое понятие есть как минимум некий принцип и можно пробить проверить если у него какое-то право юзер и завтра есть название авторите для уау 2 перми шина для стандартных схем более того например есть использовать широк как ролл бейс авторы авто авторизацию тогда вот так и завтра есть слова roll две точки префикс такой и название роли про префиксы префикс ролл и двоеточие на самом деле это не обязательное требование это то как оно реализовано в своей имплементации вертекса но это же всего лишь плагинчик да например через широк дело в том что разные другие грубо говоря реализации они могут отличаться вы можете свою написать и не roll две точки roll slash допустим или в начале там знак доллара то есть как хотите это просто строка и она просто парсится парсером вот это дефолтовая имплементация но так работает и в принципе если это подключить к веб-сервис мы получили минимальный набор который уже позволяет уйти в тему микросервисов куда я хотелось бы дальше увести вас с микросервисами с одной стороны все очень просто мы все ну в большинстве мы знаем что это такое с другой стороны не все так легко как это выглядит потому что давайте вот классический пример у меня был кейс один проект когда нужно было разработать микросервис который занимается продажами ну соответственно проектную суть суть я отсюда убрал оставил такой сухой набор информации которая нам здесь понадобится сегодня для того чтобы его реализовать в какой-то момент мы поняли что нам нужны ну нужен доступ к юзерам за которых уже отвечает существующий какой-то сервис то есть это не просто там синтегрироваться да где-то просто есть сервис для этого окей ну там было вот вот эту часть я говорю я пропускаю есть нужно еще понимать там кто куда как у кого что какие-то там базовая информация да то есть база данных и с другой стороны чтобы продавать нужно иметь склады эту часть еще надо разработать юзеры хранились базе а склады сначала нужно еще уметь общаться с сервисом бухгалтерии аккаунтинг а еще нужен отдельный сервис наверное где мы будем хранить информация самих складах потому что в их а у деньга это больше складской учет в который который базируется на бухгалтерии и дальше еще где мы храним сами склады эту всех у нас тоже может немного у них много информации на складах отсюда и сюда еще связь будет между 100 аккаунтинг потому что на каком складу что хранится и так далее то есть много чего выр хау длинге больше операционные информации для sales это выглядит просто есть ваер-хаузинга есть юзеры отлично в классической имплементации это было у нас вот так но мы решили пойти стандартным путем не мучиться и теперь везде и ну и скей на базу данных у нас просто это что штука уже было в вертексе это скорее всего будет выглядеть вот так заметили что изменилось кроме цвета и степи ушел куда-то почему потому что когда нам заказали сервис sales нам заказали только его ничего больше и я упускаю сейчас ухожу из вот своего проекта которым я вспомнил где что было реализовано или нет вот самый простой пример когда мы с нуля это будем строить по факту если нам не нужно выдавать какой-то внешний api на внешний мир это юзер файр хауз аккаунт сервисы stores извиняюсь по факту зачем туда добавлять и чтите пи просто для того чтобы связать сервисы между собой зачем помнить вот я ну те кто были сам начали фантазийная вот эта архитектура где саму как-то по себе должно все сказываться и вот уводя в vertex вспоминаем если это вертиклы то я хотел бы чтобы они работали как одна единая система это свойство vertex как бы поддерживает через кластеризацию правильно как рай дальше все работает ну давайте вспомним как код в vertex и вообще может находить друг друга event bass он кластеризован правильно это просто хендеры в разных вертиклах есть вертикал там sales есть в air house и так далее которые тоже могут состоять из множества под своих то каких-то там подчиненных вертиклов и так далее или чего-то еще по факту это набор вертиклов которые задеплоены в кластере и они просто общаются тем что отправляют туда-сюда ивенты и мы эти ивенты отлавливаем выполняем через хендеры но более детально говоря про микросервисы какие фичи именно микросервисные реализуют vertex чтобы добиться это не на лолл и вали вертиклами а вот high level на в первую очередь это discovery нужно понимать где что находится что если у меня нету просто хендлера чтобы с хендлером работать нужно знать на какой он адрес повешен и куда нужно отправить ивент то есть low-level нас event басом работать а чтобы это обойти мы можем использовать сервис discovery узнать кто где находится туда отправить запрос сервис discovery vertex и встроен свой внутри есть есть отдельный модуль так и называется vertex microservices и вот там поддерживается эта штука то есть есть свой механизм discovery буквально просто два метода да там типа паблишки look up можно любой кусок кода просто запаблишить туда описав метаданные связывающие его и с другой стороны сделать . look up там discovery look up и какой-то свойственным или что-то еще метаданные которые описывают какой-то ресурс очень похоже на java enterprise прям вот ресурсы под аппликейшн сервером получается что можно в первую очередь 10 пент поинты за discovery но это классика но vertex позволяет вам например jdbc за discovery где-то у вас есть jdbc то есть вертекса есть механизм который поверх в принципе любого кода может создать это называется сервис прокси у него у него просто идет по факту генерация исходников да то есть команду запустили он сгенерировал какой-то класс и любое то что поверх ивент баса вешается на него можно получить прокси клиент и неважно где вы находитесь в кластере на какой ноде если это кусочек кода который входит в ваш кластер как отдельный instance vertex а его можно просто найти по сути у нас есть клиентский объект в которой мы просто инициализируем с объектом vertex и и начинаем использовать его метод например можно получить клиент gdbc и просто там . то . то или там что-то другое какой-то там класс как у вас есть то там выполняющий какую-то логику не навешив на него http api можно просто его клиент получить удаленный легковесный который вместо того чтобы выполнять подключаться к базе напрямую выполнять из келька будет отправлять просто нужные данные на какой-то хост где этот сервис доступен чтобы он удаленно там выступил выполнил эту штуку по сути то же самое что мы делали через защите микросервисы но мы убрали эти типы лэйр тем самым облегчили как с одной стороны работу не нужно придумывать api это что же время и еще и придумали разработали поняли полин там еще надо это переделать чуть-чуть по другому она должна работать вот вижу улыбки у кого-то уже было такое вот и это все можно простить по факту все что есть и на ивент басе можно просто задискаверить то есть все что вы себе можете представить вертексе микросервис это неполноценный сервис каким-то api так далее а по факту хендлер можно назвать микросервисом это очень напоминает концепцию дата микросервисов если помните дата микросервисы что это такое было у нас есть кюха и вент как ивент баз например кавка мы из нее получили event и и этот ивент получил какой-то сервису который в принципе одна функция вход обработал выход выход опять ушел в кюха передался другому сервису так pipeline строится из просто функции по сути это вот та же схема работы очень близко к тому но по-другому потому что все вну внутри вертекса и таким образом получается что нужно разработать sales http end point и и все все остальное автоматом работы кода примера я не буду показывать я на самом деле понимаю что тема немножко сложный возможно она даже очень абстрактно сейчас звучит я бы предложил вам просто эту часть документации вертекс микросервисы service discovery просто почитать там немного там чуток вот просто чуть-чуть и там есть примеры и это очень легко я не люблю просто копировать из доки и пересказывать ее как есть а по-другому я не расскажу потому что она очень просто нужно просто прочитать о чем хотелось бы рассказать чего вот в доки нету это то что между тем как эти сервисы связываются есть еще понять и того что как они общаются но это обычные будут запросы по тси пи каналу кстати он не зашифрован если вы отправляете данные по тси пи вертексе у вас автоматом security bridge потому что данные в открытом виде отправляется но несложно есть понятие ssl tls то есть просто транспорт layer security включаете то есть там набор скоды у вас готовы даже пример в документации есть можно копипейс ность а потом уже под себя доделать его с ключиками он начинает шифровать каналы между теми нодами между которыми вы хотите вот в со временем раньше это было как везде включаем обычный и степи или там не шифрованный канал а потом шифруем по надобности но вот где-то в восемнадцатом году с этого года я начал слышать версию в глобальном коммунити наоборот что современные микросервис это когда все делаем ssl а потом по надобности начинаем выключать там где нужно добавить скорости где это не обязательно как бы шифровать ну таким образом оказывается что мы скорее всего меньше всего пропустим не секьюрного чем наоборот но тут уже кому как нравится но когда не нужно осмотреть нужно посчитать бенчмарки можно сделать ну там зависит уже от множества факторов там плюс минус есть стандартные цифры можно погуглить какие-то бенчмарки но лучше конечно самого просто сравнить посчитать юнит теста можно посмотреть вот окей эта часть хорошая не хочу долго задерживаться слишком долго то задержались по факту дальше если взять и запустить эту систему все будет работать вплоть до того момента пока в какой-то над какой-то из какая-то из нот не упадет что-то перестанет быть доступным дело в том что что если какая-то нода будет недоступна и какой-то сервис или микросервис не в плане микросервисной архитектура микросервис плане какой-то хендлер, например, будет недоступен. Или сервис — это может быть класс с множеством методов, в которых все хендлеры, и мы удаленно их вызываем. Если оно недоступно, есть такая тема, как circuit breaker — это тоже штука, доступная в Vertex, и в классических микросервисах описывается партнером. То есть по факту это программная конструкция, которая делает следующее. Когда у нас все хорошо, нам в принципе все пофигу, оно работает. То есть мы находимся в зеленой зоне. Circuit breaker в переводе с английского — это автомат дома на электричество ставим, когда что-то там, короткое замыкание или что-то пошло не так, он просто вырубает. Вот это и есть circuit breaker. В программном мире, когда у нас все хорошо, ну окей, все success. Если пошло что-то не так, например, фейлов стало слишком много, мы можем считать какой-то там процентаж. Например, если больше 70% запросов пошло в фейл, circuit breaker переходит в режим open. Это просто переключили режим. Ну по сути, как FSM, такой конечный автоматик, такой маленький. И в этом режиме, вместо того, чтобы отправлять запросы в сеть, в которую они не проходят, возможно, сеть упала, возможно, сервис незаступен, а может просто есть мы и все, кто бы у нас вообще упал. Мы используем механизм fast fail. Это еще называют fallback метод, то есть какой-то метод, который вызывается вместо того, чтобы отправить запрос в сеть. Вызываем локальный метод, и его задача в сеть запросов не делать. Что если вся сеть упала вокруг нас? Ну это самый идеальный кейс. Когда мы локально вычисляем какое-то значение, какое-то дефолтовое value, или какой-то там exception можно вернуть, что там, ну логическое сообщение. Зачем это нужно? Чтобы не получать, например, у вас был кейс, когда вы отправили запрос, 15 секунд подождали, и получили 500 internal server error. И что произошло? Я не знаю, что произошло. А теперь представьте себе, вы можете тайм-аут поставить, например, вот здесь, в зеленой зоне, 2 секунды. И как только больше 2 секунд что-то отрабатывает, это тоже считать ошибкой. И сразу переходить в режим open. А в режиме open, в режиме open, выполняется fallback метод, некий просто обычный метод в классе. Fast fail, это вместо того, чтобы долго ждать в сети, я быстренько фейлюсь. То есть, каким-то дефолтным значением или сообщением, например, вместо 500 internal server error, там типа, cannot find user database service или user database not accessible. Ну, это или хотя бы 500, но user database not accessible. И я понимаю уже, в чем дело. И я понял это за 2 секунды, мне не пришлось ждать 15 секунд. То есть, определенные качества добавляем, именно контроль качества. И как только мы выходим из этого режима, чтобы из него выйти, в этом режиме тоже нужен какой-то тайм-аут. То есть, есть время, recovery time, например, еще 2 секунды или секунду. Через секунду мы переходим в режим half open, полуоткрытый. То есть, первый запрос какой-то там шальной отправляем в сеть. Пока все остальные продолжают fast fail. Если этот запрос прошел неудачно, то есть, сеть еще не восстановилась, сервис еще недоступен, опять возвращаемся в open режим, опять ждем recovery time, секунду, например. После которой опять в half open. И рано или поздно мы понимаем, что окей, сеть запрос прошел, и переходим сюда, в зеленую зону. То есть, все отработало, и мы опять так. И так в цикле. Это просто маленькая программная логическая конструкция. Это не какой-то там компонент или фреймворк, просто код. Вы можете его сами написать, можете использовать готовые, как бы, кирпичики. Vertex дает свой готовый вариант. Называется это Circuit Breaker, как ни странно. Создается он, вот как вы видите на экране, Create, название Circuit Breaker, какое-то там, и Vertex, наш объект. А дальше опции, Circuit Breaker Options, вот этот helper класс. Можно даже там, если я правильно помню, JSON Object отправлять. Ну, так удобнее. Есть название метода, все классно, круто, и какие-то там настройки. По сути, не важно. Слайды будут, можете даже почитать и в доку посмотреть. По-моему, я из доки это копировал, даже если честно. Важно следующее, что дальше. Вот этот брейкер мы можем использовать вот в таком виде. Breaker Execute, и реально тот самый сетевой колл, который нам надо сделать, или просто выполнение какого-либо объекта, который под капотом отправит запрос на сеть. Например, вот так называемый Vertex сервис прокси, который под капотом делает lookup, discovery, найдет, где находится там мне нужный JDBC драйвер, или там другое, что-то еще. Класс там, и отправит по сети TCP, там скажет, что окей, выполни вот этот экшен по ивент-басу. Его нужно поместить в Execute блок, вот сюда, в котором есть, обратите внимание, фьючер. То есть там типа try catch или что-то подобное поставить. Или на коллбеках, если то вы получите там successful или не successful прошел результат и вызвать или future complete или future fail. А дальше результат выполнения приходится вот на этот последний хендлер, где есть action result и через него мы ими понимаем или success в случае, если вы тут вызвали future complete или же он не success, если вы вызывали future fail и тогда нужно получать ar.coz тот самый срок был, который был передан. То есть таким образом вы пишете обработчик и в любом случае как бы он у вас вызывается. Но есть один нюанс, зачем же все это, если можно было это обычным там try catch или if поставить. Дело в том, что мы забыли одну вещь, fast fail режим, fallback метод, он находится посередине вот тут, добавился вот сюда. Если его добавить, когда все successful, он не вызывается, вы уходите на хендлер. Когда не success, перед тем, как вы уйдете на хендлер, вызывается fallback, в котором вы можете просто return какой-то дефолт значения и уже в хендлере у вас не будет fail и cause, у вас будет вот то самое дефолт значения. То есть вы всегда получите что-то, что вы сможете вернуть обратно к клиенту, вызывающему вас. То есть нету кейса фейла. Более того, с этих circuit break очень классно обычно метрики собирать, потому что они всегда говорят, в каком они в данный момент состоянии. И более того, мы знаем даже заранее формулу, почему они тут, потому что мы ее тут настроили. Max failures, тайм-аут и так далее, и так далее. То есть вы знаете точно по состоянию closed, open, half-open, что в данный момент, в каком узле вашей сети произошло между микросервисами. То есть микросервис юзер недоступен. Почему? Потому что там фейлится много. А потом смотрим, он работает, но запросы уходят за 2300 миллисекунд. А у нас там 2 секунды, 2000. А, понятно, медленно работает. Вот. Ну и последнее, что про микросервисы. вот уже в рамках вертекса любимая фраза стала джентльменский набор. Потому что тут не все, но базовая, скажем так, очень важная. Это конфигурация распределенная, о которой мы тоже говорили, что discovery плюс конфигурация. Fold tolerance вот с circuit break'ами. А config'ом воспринимается в форматах, которые вы видите. Не только этих, там еще есть несколько других, менее модных. Я решил их пропустить. И давайте поговорим, откуда конфигурация может читаться в вертексе вообще. Ну если локальный инстанс, это файл или даже директория, там множество файлов может быть в этих форматах. Что если распределенные? Как вы думаете, насколько большой список может быть тут? Половина страницы до конца, там четверть. Давайте пошли по одному. Ну обязательно, я думаю, нужно уметь читать из environment variables. Ну такая DevOps-овая штука, которая в принципе нужна. На сервере какие-то environment variables, из них мы читаем конфигу. System property, это в javi, system.getproperty. HTTP, можно с какого-то HTTP endpoint читать, например, JSON-ку просто получить в голом виде и посчитать, что это наша конфигура. У нас же все на JSON-е построено в основном. EventBus, на EventBus можно выделить отдельный адрес строка, на который будет приходить, грубо говоря, там, например, JSON-ка. и ее мы будем считать конфига. Например, в любой момент переключить вашу конфигу в какой-то момент. Далее, из гита можно читать, из гитрепозитория. Ну классика такая, это даже в Spring, в Spring конфиг-сервере, ну дефолтовый, Endpoint, не Endpoint, а Backend конфиги. Потом, ну если мы все в Kubernetes деплоим, Kubernetes ConfigMap, из Redis можно читать, из ZooKeeper или консула Discovery сервера, которые в том числе конфиг-серверами являются, Vault, HashiCorp засекреченные какие-то там ключики, там тоже могут играть роль конфиги. И не просто так я вспомнил Spring, любимый, потому что Spring Config, можно с него читать. Если у вас в проекте Spring Boot, Spring Cloud и вы решили поиграться с вертексом и вся конфига у вас уже в Spring, ничего страшного, можно просто оттуда читать. Он же тоже возвращает по факту джейсонку. И есть еще несколько вариантов, по факту список достаточно большой, то есть его можно синтегрировать в существующие, ну, очень большим количеством существующих систем с точки зрения конфиги. Ну и давайте уходить немножко в интеграцию, хотелось бы немножко так поверхностно просто сказать, с чем еще мы можем синтегрировать в вертекс. В первую очередь данные, базы данных. Я на них так акцент сегодня сделал, на самом деле никакого акцента нет, но просто в интерпрайз-секторе, как правило, всегда есть данные. И они уже в современном мире SQL-ну и SQL-ные. С точки зрения SQL, из коробки есть JDBC поддержка на ивент-басе. Да, JDBC он сам по себе синхронный, как бы, блокируемый достаточно, но есть, как бы, он нужен. И свой отдельно реактивный драйвер MySQL, PostgreSQL, который, ну, это один драйвер, он из MySQL, из PostgreSQL работает, и он неблокируемый. То есть вы можете через JDBC к этим базам подключаться или использовать родной. У меня в кодах-примерах был вот чистый, без JDBC. Кстати, очень шустренький. Я такие мелкие бенчмарки делал, пока не готов поделиться результатами, но он очень быстрый. Вот. Ну и NoSQL. Есть MongoDB-драйвер встроенный, своеобразный, дублирующий, по сути, оригинальный, но там, как бы, именно, чтобы работать, как Vertex устроенный изнутри. И Redis. Дополнительно можно подключить все, что хотите. Например, Apache Spark хотите подключить? Да, пожалуйста. Как бы, взяли Spark'овую любу, обернули в какой-то там хендлер, и все, и у вас все работает. Если это долгоиграющий код, просто этот вертикл делайте воркером, чтобы он на воркер-потоке работал, чтобы не лочить ивент-бас, ивент-лук, на котором он выполняется. И, в принципе, можно со всем работать. Если есть среди этого списка драйвер, который вам нужен, используем его. Он уже оптимизирован под Vertex. Если его нет, то подключаем все в Vertex-манере. Это по-любому callback-хендеры, у вас работоспособность программки была на максимуме. Кроме баз данных, реальная интеграция. Это самое, я сказал бы, такой золотой момент, где Vertex прям вот для меня он очень выиграл, потому что я тут себе нашел очень много вдохновения, как и где можно пристроить Vertex, при этом не потерять какие-то, ну, не создать себе проблемы. В первую очередь это ивент-бас. То есть, можно получить на ивент-бас доступ через TCP. Vertex ивент-бас у него есть TCP-бридж. То есть, мы можем любую внешнюю программку, например, на C++ написанную или на Дотнете, на C-шарп или на чем-то еще, прикрутить к Vertex и в Vertex отправлять ивенты и с Vertex их даже получать. Есть Camel Bridge, то есть Apache Camel. Помните такую штуку? Ну, Apache Camel просто синтегрировать с ивент-басом Vertex. Есть вариант через EMQP протокол. То есть, просто интеграция с его ивент-басом, не протоколом EMQP, то есть, на языке EMQP отправлять туда и получать оттуда. То есть, по факту, помните, я говорил Message Queue, ну, топики, кьюшки, но этот изнутри очень похоже сделанный. И EMQP вот этому доказательству один на один с этим работает. Ну и дальше Messaging, стриминг, собственно говоря, есть клиент RabbitMQ, есть клиент Kafka, это не вот клиент Kafka или Rabbit, взятый внутри Vertex, а там какие-то Java-классы, а внутри себя уже сделаны такие аккуратные под Vertex все синтегрированы. Можно еще разрабатывать STOMP серверы и клиенты. STOMP это Messaging протокол очень похожий на HTTP, то есть, такой текстовый, красивенький, удобненький, иногда он помогает в некоторых случаях. тут такое, что мне интереснее всего было еще дополнительно IoT, есть такой модуль именно в Integration сфере, часть их документации Vertex-IoT. Что такое IoT? Это MQTT протокол. Для Vertex это очень легко и просто, то есть, только MQTT. На самом деле, на этом IoT и MBT как бы не заканчивается. Но это уже позволяет с множеством, с большим количеством девайсов просто подключить их и собирать какие-то там данные с каких-то alarm-систем, с каких-то датчиков. Вот. И самое красивое, забытое, старое, Java Enterprise. Есть JSA ресурс-адаптер, который позволяет синтегрировать Java и сервера Enterprise сервера, из них вот из EGB-шек, старинных, прикрутить это все к Vertex Event Basu и туда отправлять сообщения и оттуда получать сообщения. Ивенты, грубо говоря. На самом деле, тут есть маленький подводный камешек. Ребята тестировали это, ну, Vertex разрабатывается ребятами, которые тесно с Red Hat связаны. И это все тестировалось только с Wildfly, Enterprise сервером. И оно считается экспериментально. Ну, на Wildfly вроде бы как бы работает. Если оно там работает, ну, Enterprise-то, ну, он уже давно там кардинально не обновлялся и везде спека одна и та же. То есть, в принципе, он будет работать, просто они принципиально там с другими не тестировали, видимо, как я понял. Можно его просто поднять, подключить, и если без приключений пошло, значит, все норм. И просто, если вам это нужно, если у вас есть старая часть, и вы хотите начать с Vertex, продолжить дальше, можно соединить, работать дальше и по чуть-чуть уводить фичи сюда, например. и такая самая мелочь. Есть mail-клиент свой реактивный. Вот самое важное. Console-клиент есть, потому что его свой Discovery, у него нет какого-то сервера, да он на своем кластер это делает через свой кластер-менеджер. Но можно еще получать конфигус внешнего Discovery сервера. Например, какие внешние сервисы есть, чтобы соркестрироваться с ними. Ну, я хотел очень Эврику увидеть, тут мой любимый, но Эврики нет. Ну, можно из-под Spring'а просто взять, подключить Vertex, так как Vertex не фреймворк, просто их подружить и там тоже получить доступ к внешнему вот Discovery. Или же просто напрямую клиент любого другого Java клиента какого-то Discovery сервера использовать. И при таком обилии всего очень проблематично получается, а как же за всем этим уследить. То есть если такую реально большую систему со всеми этими фичами разработать, те же самые даже Circuit Breaker, как с них снимать метрики? Мы сказали, можно, удобно, класс, а как? Про метрики все очень легко и просто. Vertex пошел умным путем, вот, а именно они внутри заязали микрометр. Знаете такую штуку? Есть такие, кто не знает? Окей. Ух ты. Ладно. Я вас всех не запомню, но запишите их имена. Тебя запомнили. Хорошо. Что такое микрометр? SLF4J, наверное, все знают, что такое? Ну, что это? В раппер поверх множества там разных логинг-систем. Лог4J, Логбэк. У нас есть один интерфейс, мы через него логируем, а он уже по конфиге кидает логи туда, куда нужно. Микрометр это то же самое, только для метрик-систем. То есть, это в раппер, через который мы просто метрики посылать можем. А в раппер над вот таким количеством метрик-систем. Прочитайте, попробуйте найти что-то, что вам знакомо. Если кто-то ничего не найдет, скажите. Я ни с чем этим не работал, не считается. Ну, то есть, как самые такие современные, да, Prometheus, тот же самый Netflix Atlas или CloudWatch, если я не ошибаюсь, это же Amazon вот. То есть, ну, Graphite, StatsD, через него на графану спокойно можно выйти, ну, GMX Endpoint, все, что хотите, есть. Может быть, скорее всего, чего-то тут не будет, да, из того, что может в конкретном каком-то проекте. Но вот это самое модное такое по количеству, по статистике они выбрали и это подключили. И вы можете, более того, не просто сюда все выкидывать метрики, вам вообще ничего не надо делать. Vertex уже за вас это все делать. Просто по умолчанию у него метрики выключены. Вам нужно просто зайти в конфигу, посмотреть, как вот рубильник такой включить, чтобы он начал посылать метрики, и сказать и сказать какие именно метрики собирать. То есть, в первую очередь, у него внутри все покрыто метриками. И что из этого вы хотите включить? В документации все описано достаточно хорошо. Более того, настраивать Vertex тут вообще по минимуму. По факту нужно настраивать больше микрометра, чтобы он куда-что закидывал. И это можно делегировать девопсом. Шучу. А дальше, если вы хотите кастомные какие-то метрики, то просто рассматривайте микрометр, как с ним работать и просто посылайте как влог писать, токометрики свои посылайте, что хотите. Ключик, циферка и так далее, например. Кроме микрометра, для более старых ребят не ребята проектов. Хорошо. Есть поддержка Drop Wizard и Health Check Up. Что такое Drop Wizard? Еще до... Вот сейчас самый модный микросервис шасси-фреймворк это Spring Boot в Java мире. До Spring Boot был Drop Wizard. Это в принципе то же самое. Взяли Tom Kodget и спаковали с множеством других библиотек и ты мог бы то же самое как на Spring Boot и запустил оно работает. Теперь давайте Endpoint это записать. То есть это называется микросервис шасси-фреймворк. То есть то, что сейчас Spring Boot у нас модный. По факту Drop Wizard это ну наверное не ошибусь если скажу самый первый в Java такой фреймворк. ну один из первых точно. Еще до Spring Boot альтернатив точно был. И у него есть свой Metrix Monitoring Tool. То есть там как я помню была и UI и даже свой фреймворк библиотечка такая для сбора метрик. И если у вас вот старый проект где есть Drop Wizard и вы там именно метрики смотрите вы можете с вертексом вместо микрометра сразу сюда на Drop Wizard просто скидывать. Тоже посмотреть как их сдружить и все и включить какие метрики вы хотите как собирать. Они немножко отличаются Drop Wizard и микрометр по-разному. То есть просто предлагаю почитать об этом и выбрать то что вам надо. Точнее скорее всего просто то что подходит. Health Check API ну с Health Check все знакомы наверное. Некий Endpoint там Slash Health который в JSON вам говорит например название ресурса там Database Connection его статус Up или Down там Disk Space и цифра сколько у вас там свободного free осталось например. есть такое API которое позволяет вам просто используя это API готовый Endpoint такой получить и просто вставить туда название своих Health Check и их статусы периодически туда поставлять. В принципе это все с точки зрения метрик. Последнее что хотелось бы покрыть что мы не обсудили но мы про распределенную систему много поговорили. Да я согласен поверхностно но моя цель была именно набор фич вертекса вот такой overview сделать что вообще возможно чтобы вы себе могли представить хотите ли вы с этим работать или нужно ли оно вам с другой стороны мы говорили про реактивные системы там паттерн реактор мульти реактор имплементация вертексовая я еще говорил что есть реактивные системы есть второе второе понятие как вторая часть реактивности реактивная парадигма программирования мы проговорили часть реактивных систем а что же про программирование неужели все строится на колбеках на самом деле нет дело в том что вас не заставляют писать вообще callback style код такой а можно писать вот такой код не уверен насколько он красивее callback но вот обратите внимание у меня тут файл system объект первая строчка до используется и от него даже следующая вторая строчка read файл начинаться на слово rx и дальше множество там флотма флотмап мапфлотмап и так далее можно язык сломать или вот другой пример более красивый есть обзор вы был который получает vertex event бас все-таки пример 7 басом есть у меня далее я объявляю консюмер дабыл на hit sensors ну поймите эти протоколы например в этот топик под нашим event басом вот вам пример работы с event басом приходит просто периодически информация о температуре дальше я говорю body stream to observable ну наверное api уже кому-то даже очень знакомо реакции в стримы ну пока не буду называть оставим на следующий слайд дальше буфер раз в секунду мэп сэмпл и average дабыл тут я считаю средний температуру высчитали если она там subscribe event bass and news fit current his is hit а потом вот это еще и тут читаем а тут еще сент видите отправляем а news fit может прослушивать какой-то другой хендер в таким же манерам который будет считать что если температура выше определенного например логистика мы отправляем там из европы в какую-то там дальнюю африканскую страну мороженое если в пути там холодильник в игру выключился температура стала выше вы улыбаетесь а реально есть такие девайсы корпоративного масштаба которые вот разные такие замеры делают по факту разные компании вот погуглить если очень много таких больших компаний в которые разрабатывают такие системки и ну например если что-то было выше чего-то там просто сообщить что ссоры но груз скорее всего уже испорчен и так далее или там включить обрызгиватель потому что возможно пожар как это возможно вертексе ну вот такой код писать можно использовать просто ржава 1 или рыжава 2 vertex их обе версии параллельно поддерживает и она вшита как бы поддержка эрик завы вертекса вы грубо говоря вот механизм внутри в эту библиотеку точнее к систему достаточно включить библиотечку vertex rx и у большинства штатных методов вертекса появляется аналог как случае файл system rx с префиксом rx у и степи сервера есть с префиксом rx что стартануть его и так далее и мы можем много куда много вот опишек просто использовать rx алга аналог и их как уже обзор вы было или флова было с ними работать в зависимости от того какую версию и ржавы вы хотите прикрутить поддерживается параллельно по причине того что рис на ржава 1 много чего уже разработанные люди не готовы сразу это все менять потому что вторая ну папе отличается а вторую потому что вторая полностью имплементирует специфика спецификацию реактив стримов если знаете что это такое ну то есть реактив стримс это некий стандарт который нацелен на то чтобы стандартизовать общение между разными системами подсистемами неважно в одной jvm или на разных или вообще не jvm там языках программирования когда разные компоненты могут между собой общаться и сейчас расскажу дальше детальнее потому что сам вертекс тоже имплементирует этот стандарт он является реактив стрим сабскрайпером и паблишером точнее предоставляет для своих там и степи клиентов серверов веб и так далее таки себе для множества компонентов и не только этих то много всего там является или паблишером или секс райбером или и то и другое что эта штука означает то есть например у вас есть какой-то акка какое-то акка приложение слышали правку наверное кто-то достаточно нескольких людей и и там мы заюзали акка streams что-то выдаем наружу оттуда это может попасть например в кафка стрим или в apache spark streaming которые тоже поддерживают в принципе и актив стрим с такой pipeline из одной системы в другую из другую в другую и оттуда например мы можем это все получить вертекс обработать и дальше куда-то еще пнуть то есть кроме того что мы распределенное большое огроменное приложение можем как бы собрать это огроменное приложение может быть всего лишь маленьким винтиком еще больше архитектуре в пайплайне один просто ну маленький такой кусочек грубо говоря винтик и это вот наш дайта pipeline который может быть big data каком-то там лэйки и обрабатывать какие-то данные например и вот когда я говорю о реактивности парадигма программирования ок за счет алекс java покрывается нативно то есть можно в принципе подключить все что хотите но как бы она так работает нативно уже есть свои свой api то есть зачем подключать внешне если свой api есть спецификация классической реактив стримс подключается на внешней системы тоже и просто возвращаясь в реактивную систему саму реактив манифеста помните такую штуку вот с одной стороны все свойства поддерживаются ну message driven окей все на ивентах построена резилент резиленс это чтобы начнем с респонсив до наверху респонсив то есть своевременно отвечать тайм-аут и везде даже у веб-клиента есть тайм-аут circuit breaker и позволяют резилиенс это даже при возникновении ошибки все равно поддерживаем свойства респонсив то есть даже когда фейлы пошли мы не должны заставлять пользователей задождать больше чем нужно circuit breaker и позволяют этого минимум уже добиться и эластик то есть нужный момент больше нодов добавить в идеале это авто масштабирование которое чаще всего добивается ручками то есть мы какой-то код пишем или подключаем какую-то внешнюю систему а в не идеальном кейсе главное чтобы ну сам сама экосистема поддерживала но она поддерживает мы можем больше нодов добавить и распро и расплодить свои вертиклы просто поэты а дальше автоматизировать это можно внешними инструментами но реактив манифест я думаю чуть-чуть немножко устарел потому что есть множество других фиш с реактивных систем которые появились до за те годы которые прошли и хотелось бы вот зациклиться наоборот зацикливаясь на вертексе хотелось бы просто сказать обратите внимание насколько в точность он все это поддерживает и насколько по-другому это все реализовано то есть она реально реализовано вообще по-другому то есть она никак не старалась под реактив манифест попадать то есть там реактор паттерн который в принципе тут о нем ничего не говорится только этот потом уже дал большую половину всего что есть разные модули которые позволяют интегрироваться с внешними системами какие-то фичи готовые кирпичики там все это поддерживать и на самом деле мы получаем даже чуть больше реактивных стримов тут нет например и тому подобного то есть подводя итоги хотелось бы просто сделать такой саммари то есть что такое vertex и как он работает в первую очередь это event bass и вот этим саммари я хочу показать насколько на самом деле все просто при имении большого обилия библиотек и модуль и event bass он состоит из нескольких event loop of неважно на одном сервере на множестве если на множестве nokia ну поделено она на множество просто физических серверов на этот event bass по факту просто вешаются хендлеры колбеки наши эти хендеры группировать можно в модуле вертиклы которые мы называли да причем обратите внимание аналогия вот просто вместо хендера сделайте софт целый с хттп api например и просто загрузите в докер контейнер ну то есть очень похоже просто она на более низком уровне это подтверждает то что сама идея правильная даже на глобальном уровне внешние инструменты девопсовые и другие для разработки они в принципе делают то же самое то есть насколько эта идея правильная причем эта идея разрождалась еще когда этого всего не было с другой стороны к этому всему event bass у еще и подключаются внешние какие-то провайдеры или сабскрайберы базы данных ну драйвер к базе данных тоже через event bass какие-то bridge приложения айотид девайсы метрики через него же то есть если каждый хендлер или получает что-то или отправлять что-то из и вы event bass то можно просто event bass слушать на наличие метрик и просто подавать эти метрики все щелкать их просто то есть все делается в такой манере и это все вместе объединяется вот такой невидимый пунктирной линией в одну цельную систему то есть мы разрабатываем один софт одно приложение и вот этим самым мне понравился vertex с точки зрения того что он не заставляет вас реально разрабатывать разные приложения которые в итоге будут микросервис часть частями микросервис на архитектуре вы разрабатываете заранее одно приложение она просто может расползтись по кластеру и это классно получается можно один микросервис создать большой но который состоит из мелких частей и вот это в принципе труш на микросервис на архитектура такая внутри с другой стороны пропали глотность vertex на самом деле не только на джаве вот список языков которым поддерживать текущей версии например в предыдущей версии в двойке сейчас vertex 35 во второй линейке у там был еще не было котли на был к ложе может еще что-то там разница было сейчас они к ложе убрали мой любимый а котлин добавили которые до которого я еще не дошел но кроме всего этого ну во первых api где-то может отличаться на каких-то языках может даже какого-то api не быть да они построены пример например например на кот ли не можно к рутина использовать до чего нету в других на java тоже можно к рутин использовать только если включить специальный java agent в живем q то есть там есть свои нюансы но вот больше всего мне нравится один среди этих как думаете такой то угадали потому что java это все классно все остальное тоже как бы ну java script с помощью java script у vertex и есть java скриптовая библиотека называется vertex event bass js файлик он позволяет используя сок джейс сейчас расскажу что это такое разрабатывать java script код который синтегрирован с вашим vertex event bass и этот код может работать не только под но джейс или что-то еще под браузером прикиньте микросервис который работает в браузере кто-то сказал бы это же security bridge как это то есть мы клиентам всем будем раздавать иногда когда мы разрабатываем enterprise системы браузеры будут использоваться только во внутренней сетке даже если не во внутренней сетке смотрите мы за счет наших клиентов можем манить например криптовалюту вот такая штука я даже больше скажу когда я в харькове с этой темой был там один из ребят сказал что да у них был кейс когда они не манили но использовали эту фичу у них браузерах крутился код вертекс и вы и они за допу или это не не в браузерах извиняюсь собрал вот сейчас помню браузера не было просто что у них все было на вертексе он не уточнял про браузера но вот точно сказал что все было на вертексе когда они задеплоились на amazon amazon их через какое-то время залочил и сказал что вы скорее всего в майните что-то там за счет клиентов или что-то подобное и мы не позволяем вам работать они обратились начали разбираться оказалось что оказалось что vertex выдает очень маленькую нагрузку на процессор и amazon показалось это странным ну значит вы что-то на клиенте делаете ну типа ну нехорошо а потом оказалось просто ну жадный такие мало денег потому что нагрузки мало на сервера они очень оптимально используются и вот оттуда я сам тоже сыгрался с vertex benchmark его пока не готов конечно их показать но по запросам можем пообщаться на эту тему потому что я еще хочу чуть глубже углубиться он реально очень оптимально работать и теперь возвращаясь к джаваскрипту кроме майнинга что можно с этим сделать по умолчанию можно но джейс браузер то есть любой java script код подключить к vertex event пасу и по умолчанию ничего не будет работать потому что именно из-за security разработчики vertex закрыли просто этот шлюз сразу и вы подключая какой-то внешний код который извне идет внутрь вы явно должны указать на стороне сервера какие именно event bus адреса должны быть открыты для вот этого кода то есть точки зрения секьюрности решили как все закрыть а потом будете сами открывать то что вам надо и уже в принципе хорошо просто подумайте насколько широкие это возможности дает что микросервисы реально микро и работать могут везде это же та самая кроссплатформенность которую обещал нам java но она не всегда возможно я не могу джава запустить на браузере а сейчас за счет vertex а можно это сделать на джаваскрипте и вдруг если вам это надо то есть вы получаете очень кроссплатформенную систему java плюс java script и еще много чего и это на сервере на клиенте везде где хотите и того возвращаясь к своей вот этой первой картинке моя больная фантазия в принципе если обратить внимание все это сбылось и все сбылось в рамках одного маленького не до фреймворка то есть toolkita есть разные модули в них разный код код который в них можно использовать через другие модули к ним получать доступ если где-то нужно где-то долечь теперь точку входа а там через event bus можно получить и чтите пи в event bus отправить event там выполнится коды обратно ответ вы чтите пи отдать то есть в принципе все работают внешнее приложение можно с интегрировать аете есть им пить эти протокола поддержка это уже много чего покрывать клауд с точки зрения клауда vertex из коробки очень хорошо дружит с редшифтом redshift open вот могу red hat of sky cloud как он назывался open shift извиняюсь да open shift red hat of sky то есть там есть прям вот модуль под это vertex клауд называется который туда вот множество фич позволяет более того в принципе в другие клауды это java доплоится как обычно лаунчер сделали феджарку сделали запустили вот ну и полиглот есть много языков выбирайте любой помните там даже руби был правда не знаю почему печь пинет если есть руби но вот вот так печь пишники извиняйте таким образом спасибо надеюсь было интересно сейчас можно задавать вопросы спасибо и буквально два слова о том что домен это я себе решил сайтик сделать буквально вчера его запустил на сайте доступны по факту суть в чем валю какой можете получить все мои ролики у меня были комментарии от ребят которые хотят там разные темы посмотреть долго ищут иногда не могут найти просят там типа скинь мне ссылку на твой такое-то выступление там есть страница видео и плюс страницы events если кому интересно можете посмотреть куда я дальше собираюсь и посмотреть какие-то бывшие мои ролики их там около чуть меньше 20 должно быть то есть в принципе на разные темы можно посмотреть если интересно для в целях обучения и групп по фейсбуке в эту группу там немного людей я не добавляю кого попало вот кому надо вот там человек наверное то 30 сейчас вот или там может чуть больше 30 кому интересно я туда закидываю всякие статейки в основном правда на английском или видеоролике которые я сам считаю интересными что они мне помогли что-то в чем-то развиться изучить что-то и делюсь просто с ребятами кому интересно вот реактивные распределенные системы то есть в свободной форме можете просто добавятся я заправлю и предлагаю обучаться вместе обсуждая все это дело а теперь вопросы а раутинг просто раутер сам он очень напоминает мне этот экспресс gs вот один в он более того по моему от него и вдохновились не ну если кому надо те кто пропустили я могу вам котика вот этого покрыть плагин ну не совсем плагин я называл есть джейс файлик называется vertex event bass джейс в доке он описан его просто скачиваем с гита его подкладываем под свой джаваскрипт грубого реквариум как библиотечку внешнюю и мы пишем джаваскрипт код создавая объекты в and bass используя vertex там тире event bass точка джейс вот из этого фа да 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 он там и ему просто да мы ему просто вот я просок джейс там был сок джейс я недорассказал по факту сок джейс это еще одна обертка поверх web сокета то есть это работа все на веб сокетах нам нужно просто адрес сказать но почему сок джейс сок джейс дает возможность если браузер например в случае браузеров не по старой версии не поддерживает веб сокеты сок джейс библиотечка она как обертка резолвит этот кейс она начинает обычным http им имитировать в веб сокета грубо говоря я могу вы да 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 есть и java то там два варианта два варианта там два варианта есть можно вертиклы разрабатывать на джаваскрипте и эти это джаваскрипт код будет крутиться под вертексом под живем к потому что мы в командной строке запустим вертик сран и мой вертикл . джейс и он его запустит под сам баджей венкой просто будет этот джаваскрипт как бы читать им при его выполнять есть есть джаваскриптовые api то есть на каждый язык есть специфичные api который во первых положено вот я скотт лимс коротинами привели привел пример то есть во первых учитывать специфику конкретно этого языка а во вторых не во всех языках все доступно в джаве доступен весь функционал на нотке а вот это второй вариант джаваскрипта да смотри шар от дату шар от вот на ноде под живем к точно да на ноде мы можем использовать именно вертекс вот event bass bridge который джаваскриптовый мы можем получить доступ на event bass вместо шар от даты мы можем ее воспользовать использовать как через хендер просто получить какой-то кусок данных напрямую я точно скажу да в случае если это java script который вертексом запускается в случае ноды нужно покопать я думаю скорее всего вот именно этим вариантом просто там бридж на event bass через который мы можем хендер повесить который уже имеет доступ к этой шарит дате и оттуда его получать потому что даже с точки зрения security так было бы логичнее да еще ну пример именно индустрии или пример реального проекта ну смотри реально я не скажу какой именно проект но я точно могу сказать что у меня в компании точно есть проект который я узнавал на вертексе разработаны и вот перед львом и в харькове были там тоже ребята рассказывали как у них полностью проект работает конкретно что я не уточнял потому что ну не все иногда готовы рассказать проект но в принципе вот есть набор фич его использовать можно для всего но я бы сказал бы так я наверное сам не готов полностью весь проект делать на вертексе потому что обычно ну не всегда это правильно у меня сейчас нет потому что я вертексом начал заниматься только меньше полугода назад это буквально там 45 месяцев я сейчас ним играюсь я делаю бенчмарки я свой проект его хочу сейчас интегрировать то есть я начинаю с ним играться что что вот я поэтому сразу спросил кто с вертекса работал потому что я с ним познакомился очень давно еще во время второй версии узнал о нем но я тогда был больше заинтересован другими фреймворками а почему я сказал что почему не готов чисто на вертексе строить просто я преследую такую цель точнее цель а люблю идею когда каждый инструмент нужно использовать там где он действительно нужен то есть слепо все делать на вертексе на акке на спринге или на чем-то еще ну лучше выбирать то что самое лучшее она а тот я вот предложил другой вариант я не соглашусь потому что я не просто так про реактив стримы вспомнил например если у меня данные в каком-то кластере под хадупом под спарком на ходу ты ну как я туда встрою vertex на с одной стороны с другой стороны я могу все вот это разработать на vertex и а используя реактив стрим поддержку подружить vertex с spark streaming и туда-сюда данные пересылать то есть для big data мы воспользовались стеком который подходит для этого я вот это имею ввиду я не имею ввиду что микросервисы я буду писать половину так половину так ну за если у меня 200 человек они по-любому в разных локациях и тогда может быть я они будут разные стойки используют но если это три четыре пять человек скорее всего это будет vertex и с другой стороны для big data там apache spark или что-то где-то будет мл и я там допустим какой-то до который будет читать данные которые vertex по хендлил и записал в ходу ну мы же не можем это все сделать на vertex и то есть я более глобально вот это имел ввиду только если мы говорим о микросерсах в принципе да то есть микросервисы можно полностью писать и у меня был именно пример когда вот это все можно перевести vertex и она очень оптимально красиво будет работать и даже где-то сэкономим время на программирование и придумывание даже каких-то ненужных промежуточных hp api и тому подобного но просто нужно исходить из задачи все можно сделать все то что можно этими инструментами покрыть очень 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 потому что мне а vertex и говорили еще когда это был 2015-16 год плюс минус там переходящий 15 в 16 и тогда еще со мной спорили что чувак то что ты делаешь там на вот этом фреймворке не сравнится с этим и по сей день все что я узнавал спрашивал у ребят у которых продакшен опыт с vertex а ну ни одного плохого отзыва нету а разных фреймворках разное говорят вот на vertex и все работает есть нюансы которые как экспериментал помечены но это о как бы но то что vertex и чего нету только вот это они делали в других как бы с другими инструментами то есть мне очень понравилось его производительность даже я же говорю просто я не хочу сейчас какие-то холивор открывать поэтому я не буду там сравнивать его с разными фреймворками я вот дома пока с этим играюсь ну он самый быстрый пока что у меня среди того что я я их обнародую просто чуть позже да я сдал и сравниваю я и свои результаты обнародую просто чуть позже мне еще нужно собрать информацию чуть-чуть прям вот болезненную так аж лично такую эмоциональную болезненную точку затронул акка набирает популярность вот про эту фразу я вообще на кине пишу уже два года но она была очень популярны и я с ней разрабатывал до шестнадцатого года вот 14 15 16 у нас был проект продакшен садкой он очень я в него был был влюблен в какой-то момент мы ушли на spring boot с клаудом на spring cloud тоже вот один ну а к spring клаудом vertex сейчас у меня вот самые три любимых но есть нюансы то есть лапки есть актер модель она мне очень нравится и она очень классно подходит и вот vertex очень близко похож со своими вертиклами на это сразить что в актер модели если кто знаком там и иерархия побольше сложности и и тут нет тут объектно ориентированно просто наподобие актеров через event bass а к почему не зашла многие ребята с которыми мы пилили а к приложения или было им сложно зайти нужно очень архитектурно так или быть подкованным или долго хорошенько учить это чтобы детально разобраться во всем или же некоторые проекты ну типа ну что там но фреймбург ну ну приду toolkit еще один до такой же взяли вставили блин она много памяти тратит или она как-то медленно работать то есть там нужно архитектурно заранее это продумать вот эта фишка акки сейчас она модная с потому что ну опять же те же реактивные стримы все еще продолжаются это много чего но я бы не сказал бы что она сейчас моднее чем была в четырнадцатом пятнадцатом годах когда мы использовали для меня это мой мой личный опыт vertex мне сказали о нем примерно вот пятнадцатый год плюс-минус когда я был на стыке между акка и спрингом в разных проектах спринг клаудом именно он же клауд в пятнадцатом только вышел будет в четырнадцатом был релизм клауд первый вышел в пятнадцатом angel по моему бы назывался первый релиз и вот я тогда сделал софт который это и другое вместе типа два больших инструмента но в итоге мы поняли что спринга нам хватает и атаки избавились чтобы новых разработчиков можно было нанимать тех которые не знают акку потому что их учить было долго и сложно мы просто взяли тех кто знают спринг и по чуть-чуть ушли а vertex я примерно тогда узнал но я не заинтересовался не потому что мне хватало на тот момент спринга сейчас я на vertex вернулся именно потому что во-первых простота это не акка это не актер модель проще ее объяснить людям и быстрее стартануть проект то есть я не говорю что так не надо делать если у меня будут там пять человек таких как бы которые акку идеально знают с ним к соответственно мы будем использовать акку все степенс как бы все зависит но вот для человека для бегинера какого-то junior middle уровня который ни с тем ни с тем особо не знаком я бы сказал бы так акка сложно а в спринге на мой взгляд сейчас все очень кратко круто классно project реактора сидела но сам понятие вот форма shape такой хороший английское слово есть это микросервисы с каким-то внешним api и в подавляющем большинстве то есть и типе api vertex и есть возможность без api сделать на ивент басе все сдружить между собой и вот это тоже добавляет как бы убирать некие промежуточные слои и добавляет более тесной взаимосвязанность то есть вот этот момент когда мы говорим на спринге я разработал и сервис один сервис но если за ним куча других сервисов но это не один сервис это много сервисов на акки и на vertex и мы можем один сервис разработать который просто состоит разделен шарты да как бы на разные инстанции но по сути это один реальный сервис потому что ищите пираты у него одно а все остальное общается на чистом там tcp стеки дальше в принципе акка и vertex в этом плане похоже просто на ки модели разработки сложнее там нужно разобраться с актер модели причем там же много всего внутренней своей фичи много чего из эрланга украли много чего свое добавили то есть там нужно уже настраивать а vertex этого всего нет ну как бы то в основном это будут ну там где можно это джейсонки идут туда-сюда там где нет ну то есть там уже нужно посмотреть про сериализацию я сейчас все кейсы не покрою но по факту да это сериализация то есть идет event как правило какой-то там event с каким-то там пейлоном набором данных если это можно в джейсоне джейсоне там то есть представить но это будет джейсон ну вот точно нужно просто уже покопать посмотреть какие разные случаи есть и с этим поиграться тут ребята вот с production опытом вертекса больше скажут даже есть вертекс gtpc запрос пасть джейсон ну вот джейсон кировано в этом и со 8 и получаешь готовый джексон джексон по умолчанию него под капотом джексон как у спринга например а ну ладно это уже на кофе-паузе если вы не убегаете подошел бы к вам потом насчет продакшен опыта пообщаться изнутри не совсем просто понял вопрос ну шердата допустим мы получили доступ к маке ну по сути да у нас есть внешний memory data grid там и хранится эта информация а со стороны хороший вопрос надо покопать надо покопать может вы скажете да но там структура данных по-другому может храниться был вопрос что вот может вы поможете например шердата вертекса вы мапу взяли что-то в нее вписали из вертекса из вертикла все хорошо а если какие-то инструменты когда можно со стороны посмотреть понятно что можно на хайзл к зайти как-то и к этим данным получить доступ но не факт что они в этом формате держится скорее всего такого юз кейса просто нет ну вы можете просто java программку написать подключиться к тому кластеру и просто получить эти данные или юнит тестом каким-то кстати про тестирование у вертекса есть поддержка свой vertex юнит так называемый тест фреймворк есть поддержка gg юнит 5 она была эксперимента но она работала полноценно может сейчас уже даже стала релизом то есть можно просто юнит тест написать и посмотреть или свой к свою какую-то туловину а это уже вы даете а козы самих самих данных это зависит от внешнего это то гряда который вы используете если у вас хайзл касту это уже хайзл каста гарантии если это инфинис пан там его то есть вы уже выбираете какой тул вы бы если у вас очень много шире дата и вы рассчитываете на это как кэш да допустим промежуточ то просто выбираете тот в этого вендор например хайзл каст потому что у него там свои гарантии или atomics там какие end point и то есть можно иметь внешний кластер и к нему просто подключить vertex и сказать что ты будешь вот с этим классом но это нормальный use case когда вы заводите vertex возможно у вас уже есть там хайзл каст и вы просто указываете ему конфигу кстати вот типовая конфига пример доступна в документации что вот можно ее взять а потом уже под себя ее изменить там на самом деле много чего можно понастраивать надо читать смотреть по юз кейсу вот такая же так джейс но джейс это не джава то есть есть определенные вещи которые доступны только в джаве даже в других языках типа в том же самом груви там скала скала в этой версии котлин то есть но определенных штучек точно нет я сейчас вот предлагают жить могу следующее что у них в принципе в доки об этом информация есть с другой стороны ребят смотрите я предлагаю просто вот у меня на сайте там был домен есть мои контакты ой не то вот на архана и у меня есть мой facebook email и skype можете просто связаться со мной я не хочу от ребят долго уже задерживать андрей стоит на ногах вот стареет на ногах ну короче просто свяжитесь закиньте вот эту информацию которую можно достать я достану и вам закинули все спасибо 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 что нас приехал приезжает у нас завжди спасибо